Сегодня у нас расчет модели. Там два вида расчета. Один геометрический и второй такой гидравлический, гидрологический. В общем, сегодня ключевой, хорошая такая, ключевая тема, потому что это вот то, что нужно для того, что если действительно вдруг работать в лаборатории, если работать на гидравлической лаборатории, в каком-то зале, то вот это нужно знать, то, что сегодня будет. Вот, с одной стороны, вообще просто до невозможности. Вообще, там настолько просто, что я буду, в общем-то, долго рассказывать. Как-то вот хочется, чтобы прочувствовалось, потому что там вообще-то все интуитивно понятно. Можно даже не рассказывать. Но, тем не менее, я сделал длинную презентацию. Это снимок с вертолета, какая-то река, река белая. Вот, я на ней работал, делал. И потом делал модель. Вот такая модель, это того же самого участка реки Белой. Вот там в конце, кстати, это уже устьевой участок. Здесь впадает в каму слева. То есть, вот справа налево, там течет каму. Прямо по краешку вот этой зала. Тут пойма широкая, меандрирующая. Это вот спрямление. А здесь вот с этой стороны, это вот тот самый исследуемый подводный переход нефтепровода, какой-то там Альметьевск. Это модель. Ну, вот две эти картинки я показал для того, чтобы показать, что, ну что, чтобы интуитивно понятно, что вот они у них разные масштабы. То есть, есть какой-то масштаб для того, чтобы пересчитать. Или размеры натуры сначала на модель пересчитываем для того, чтобы нарисовать. Просто вот создать эту модель в зале, которая там в 150 раз меньше. Вот это масштаб, который в одну сторону работает, на уменьшение. Но потом нам еще нужно опять этот же масштаб использовать для того, чтобы пересчитывать обратно. То есть, тут что мы делаем? Здесь мы, например, наблюдаем, пускаем разные расходы воды. Вот единый какой-то основной. Потом какой-то побольше, еще побольше, поменьше. Потом делаем какие-то здесь мероприятия. Перекрываем какую-то протоку. Или следим за распространением. Здесь мы делали исследование, следили за распространением пятна нефти, короти. И потом нам надо пересчитать обратно. То есть, то, что мы не можем прямо вот так легко сделать на натуре, мы можем легко сделать на модели. А потом пересчитать то, что получилось на модели, в то, как это выразится, как это будет представлено на модели. И вот сегодня как раз вот еще не эксперименты будем делать на модели, еще не интерпретация этих экспериментов, и даже не тарировка модели. А сегодня еще только расчет модели. То есть, мы ее собираемся строить. Для этого надо сначала ее рассчитать. И получается, что у нас масштабы разные. Ну, например. Ну, например, вот некоторые модели, практически на всех я здесь работал. Здесь приведены просто какие-то характеристики. И вот есть у нас масштаб длины. Что такое масштаб длины? Масштаб длины – это отношение какого-то характерной длины на натуре к соответственной длине на модели. Длина в 500 раз меньше. То есть, если там участок 20 километров, то вот он в 500 раз меньше. Если глубина, то тоже в 500 раз меньше. Ширина в 500 раз меньше. Все в 500 раз меньше. Геометрические параметры все в 500 раз меньше. И масштабом модели называется масштаб длины. Почему? Потому что мы сейчас с вами сегодня выясним, что, оказывается, есть еще другие масштабы, которые не 500. Например, масштаб расхода воды, который мы подаем. То есть, расход воды на модели не в 500 раз меньше, чем расход воды на натуре. И площади тоже не так. Но масштабом модели считается, принимается масштаб длины. Вот тут важное обозначение. Вот сюда я вынес важное обозначение. Потому что сегодня мы будем говорить только вот об этом. Мы будем говорить о масштабах. И если у нас у масштаба есть индекс маленький, там L, например, то это масштаб длины. Если будет масштаб MH, это масштаб глубины. Если MV, значит масштаб скорости. Пишем масштаб чего у нас здесь. Теперь, если у нас есть какой-то параметр, например, длина, то может быть просто длина. Но мы чаще всего будем использовать или L с значком N, длина натуры, или L со значком M, длина модели. И отношение, например, L натуры к L модели, LN, деленное на LM, и есть масштаб длины. Если какой-то другой параметр, не L натуры, а, например, там площадь натуры, а здесь у нас площадь модели, то делим площадь натуры на площадь модели, получаем масштаб площади. То есть M площади. Сегодня только вот это. Выясняем, как определять эти параметры, эти масштабы, чтобы правильным образом построить модель. И правильным образом потом запустить правильный расход туда, все правильно, чтобы было, и чтобы правильно потом могли считать в другую сторону. Обратно с модели на натуры. Основные критерии. Вообще-то их много. Вот. В реальности используем геометрическое подобие. Сегодня как раз об этом будем говорить. И используется вот этот фрут. Фрут – это уже не геометрическое подобие, а гидравлическое. Считается, чтобы не просто геометрически модель была уменьшена, но чтобы еще гидравлически, там было некое подобие того процесса гидравлического течения воды на модели, тому соответственному течению воды в натуре. Это вот делается пересчет по фруду. Еще критерий Рейнольца. Критерий Рейнольца сегодня не будем рассматривать, но он простой. Суть состоит в чем? Состоит в том, что критерий Рейнольца разделяет ламинарное и турбулентное движение. Есть некие критические значения Рейнольца. Разные. Ну, предположим, там 2000. Считается, что если число Рейнольца на объекте, на модели, или на натуре, или еще где-то меньше 2000, то ламинарное движение. Если больше 2000, то турбулентное. Сло Рейнольца будем рассматривать завтра или послезавтра. Сегодня геометрическое подобие первое и по фруду. Это гидравлическое подобие. Остальные критерии, вот эти вот, они все относятся к размываемым моделям. И мы их, ну, сегодня уж точно не будем рассматривать. Итак, геометрическое. Сначала геометрическое подобие. Вот вам табличка из какого-то учебника Полтавцева. Он работал и у нас в РГГМУ, в ЛГМИ. А издано было Ленинградское издательство Политехнического института. Вот такая страшная табличка. Попытаться ее понять, в общем-то, вот просто так сложно. Как ни странно, сегодня мы ее всю поймем. И выясним, что она простая. Что здесь показано? Здесь показаны как раз те параметры, которые нам интересны на модели и на натуре. Для того, чтобы сначала сделать модель, а потом обратным образом пересчитать то, что получили на модели, на натуру. И как раз вот масштабы или масштабные множители. Для того, чтобы пересчитывать. Они разные. Если у нас модель в 100 раз меньше, чем натура по глубине, в 100 раз меньше по ширине и в 100 раз меньше по длине, это не означает, что у нас масштаб времени будет тоже 100. Нет. И не означает, что масштаб расхода воды будет тоже 100. Нет. Сегодня выясним, какие же это будут масштабы. Итак, сначала геометрическое подобие. Вот сегодня геометрическое подобие и гидравлическое подобие. Итак, геометрическое подобие. Ну вот, есть матрешка большая, есть матрешка маленькая. Ну тут они не совсем подобны, но в общем считаем, что они подобны. То есть они похожи. И вроде бы можно изучать маленькую матрешку, а потом то знание, которое мы получили на маленькой матрешке, переносить на большую матрешку. Или то же самое, там какая-то фрактальность. Есть какой-то большой треугольник, есть какой-то маленький треугольник. И вроде бы можно изучать маленький, изучать и большой. Итак, ну вот еще одна смешная картинка, там большая машина и ее модель, маленькая машинка, ну и есть разные масштабы, есть даже какой-то специальный там автомобильщиков, есть специальный масштаб для модели, я не помню там 1.83, то есть масштаб 83. Мы масштабом называем не отношение 1 к 100, как, например, на планах, вот если у нас на планах мы пишем масштаб плана 500, это означает 1 к 500, в гидролическом моделировании вот это пишут не 1 к 500, а пишут просто 500, то есть не дробь 1 к 500, а пишут сам число, масштаб, ну и соответственно, то есть 500. Вот, ну и тут вот машинка, предположим, там она в 5 раз меньше по ширине, в 5 раз меньше по длине и в 5 раз меньше по высоте. Теперь рассмотрим, как же нам эти масштабные множители считать. И тут два примера. Сверху я привел пример, когда у нас и длина, и ширина, и высота уменьшатся, например, в 2 раза. Внизу, когда все уменьшилось в 10 раз. И длина уменьшилась в 10 раз, и ширина, и высота уменьшилась в 10 раз. Все понятно. Все уменьшилось. Теперь вопрос. Во сколько раз уменьшился объем нашей машины, коллеги? Продолжение следует...